Рекомендуем подписаться на один из лучших каналов на тему топов и интригующих фактов. Zigger Channel — это высокое качество и очень познавательный контент. Подпишись и узнавай еще больше каждый день. Ссылка в описании. Прогресс не стоит на месте. Зачастую то, что еще вчера считали уделом научных фантастов и мечтателей, сегодня уже становится реальностью. И это в полной мере касается и военных технологий. Вот лишь несколько изобретений, указывающих на то, как будут вестись войны будущего. Поехали! Робот-трансформер В 2012 году миру был представлен первый прототип военного робота КР-01 версия 1.0.1 с грозным именем Куратос, которым можно управлять при помощи смартфона, а также жестов и мимики пилота. Куратос Баттл Мяк — это 4,5 тонны металла, более 30 гидравлических соединений, мощного дизельного двигателя и десятки единиц оружия. Первый сконструированный робот мог перемещаться со скоростью лишь 10 км в час. Обновленная версия превышает этот показатель в 4 раза. Высота Куратоса составляет почти 4,5 метра. Ручное управление роботом Куратос осуществляется по принципу «мастер-слайв». Внутри кабины установлены манипуляторы, движение которых повторяет боевой мех, подобно громадной марионетке. В дополнение установлена система, распознающая мимику и жесты пилота. Стоимость Куратос Баттл Мяк превышает 1 миллион евро, и на данный момент продан лишь один экземпляр. Невидимый камуфляж Плащ-невидимка — это один из самых желанных в реальной жизни сказочных предметов. Канадская компания утверждает, что таки создала технологию, позволяющую воплотить эту сказочную выдумку в реальность. Технология Quantum Stealth позволяет создавать панели, скрывающие за собой людей и предметы. Они воспроизводят антураж, который находится позади, визуально с ним сливаясь. Более того, скрытый таким образом объект также невозможно будет обнаружить при помощи тепловых и инфракрасных приборов. По утверждениям главы компании-разработчика, технологию Quantum Stealth можно будет использовать в военном деле. Ведь невидимый солдат — это практически неуязвимый солдат. Лазерная боевая система Системы вооружений на основе высокоэнергетических лазеров являются достаточно горячим направлением исследований и разработок в области новых военных технологий. Компания Boeing не так давно закончила цикл полевых испытаний мобильной лазерной установки HLMD. Во время этих испытаний установка успешно справилась с возложенной на нее задачей, поразив прямо в воздухе несколько беспилотных летательных аппаратов. А уровень поражения летящих артиллерийских и минометных снарядов превысил порог в 90%. Боевые шлемы Да, они выглядят как атрибуты нового научно-фантастического блокбастера, но эти футуристические шлемы в настоящее время проходят испытания в армии США. Их название — система HeadZart. Это модульная вариация используемых сейчас в армии шлемов с защитной лицевой 9-мм пластиной и встроенным дисплеем под управлением Android-смартфона. Главной особенностью новых шлемов является их HUD-дисплей, дающий возможности целеуказания в реальном времени, GPS-картами местности, текстовыми коммуникациями с командиром отделений, потоковым видео от разведывательных дронов и отображением общего статуса боя. А поскольку дисплей работает под управлением смартфона, его можно будет совершенствовать с помощью новых приложений. Умные пули Эти пули, разрабатываемые в рамках исследовательских программ Пентагона Дарпа под названием Exacto, по сути представляют собой специальные снаряды, которые могут сами наводиться на цель во время полета. Последние испытания системы Exacto продемонстрировали возможность того, что раньше считалось предметом научной фантастики — непрерывного управления полетом пули малого калибра с целью поражения мишеней при любых условиях. Эта демонстрация показала, что данные пули способны поразить перемещающиеся и уклоняющиеся цели с высокой точностью на дистанциях, недостижимых при стрельбе обычными боеприпасами. В настоящее время вся система управления помещается внутрь пули 50-го калибра — это 12,7 мм. Но в будущем станет возможным поместить нечто подобное в пули любых калибров, превратив их в управляемые боеприпасы. Ну, на этом сегодня все. Хотели бы напомнить вам о канале Ziger Channel, автор которого будет очень рад новым зрителям. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал. Моя мастерская — твое настроение.